Страсти по собачьему приюту вновь разгорелись в эти выходные в Апатитах. Организованный волонтерами воскресник не состоялся. Директор заведения даже не пустил альтуристов на порог. Выяснилось, что мероприятие хозяйку никто не предупредил. А попасть на территорию приюта можно лишь по предварительной договоренности. Однако не все в этот день оказались не у дел. Побывать за воротами закрытой организации смогли представители администрации. Им Дина Зерщикова не отказала. Оно и понятно. Приют расположен на земле, выделенной муниципалитетом. Поэтому власти имеют полное право прийти с проверкой. А вот простым горожанам, как оказалось, вход может быть заказан. Именно так случилось с Натальей. Женщина с семьей приехала в приют с благими намерениями – убраться и выгулить собак. Но оказалось, что она в черном списке за то, что высказала свое мнение в интернете. И написала то, что я видела. То, что видел мой муж. Что плакала, рассказывала моя дочь. И попала в черном списке. Я ни одного слова оскорбления, ни обзывания, ничего такого не было. Я знаю, что человек пожилой. А сейчас я услышала, что я дрянь. Что связалась я с дрянью. Что я в черном списке. Что не нужно от вас ни кормов, ни помощи. Это все было при детях. Стала звать там, позовите какого-то там вышибалу ихнего. Ну это что это такое? В самом деле, это же тут что, зона что ли? Ополчилась Дина Вадимовна и на бывших работников приюта. Иван, узнав о воскреснике, приехал вместе с другими волонтерами. Хотел, наконец, собрать будки, подаренные собакам безвозмездно еще зимой. Но не тут-то было. Не пустили, как и всех остальных. Диана Вадимовна думает почему-то, что я ей учиняю различные козни. Ворую собак из приюта. Не знаю, правда, куда их деваю. Ну, в общем, что я ворую собак. Соответственно, пишу на нее всякие кляузы. Где-то участвую. Хотя, в принципе, я ничего такого криминального по отношению к ней никогда не делал. И даже в большинстве случаев пытаюсь войти в ее положение. И где-то даже ее защищаю во многом. Всех этих людей объединяет одно. Желание помочь собакам и привести их жилище в порядок. Конечно, хорошо, что приют в городе есть. С другой стороны, царящая в нем антисанитария недопустима. Как и стихийное размножение собак. Ведь на их стерилизацию Дина Вадимовна не соглашается. Но может, после визита представителей администрации ситуация изменится? Мы встречаться будем еще с Дианой Вадимовной. Мы хотели, во-первых, реестр посмотреть всех собак. Неким образом выясним, сколько сук, кобелей, сколько щенков. И как мы будем утилизировать. Мы хотим посмотреть порядок, как собак забирают. Вот если человек решил, что я хочу забрать собаку домой. Серьезность намерений Светланы Котельниковой говорит об одном. Впереди большая и длительная работа с приютом. Будет ли она совместной, плодотворной, пока непонятно. Взять какие-либо комментарии у его директора и про тот самый черный список посетителей, и про будущее собачьего дома не получилось. Но не пора ли Дине Зерщиковой признать, что один в поле не воин? Ведь как ни крути, в таком глобальном деле без посторонней помощи просто не обойтись. А пока зоозащитники собачатся между собой, страдают те, кого они так усердно защищают.